Доброе утро, дорогие друзья! У нас не только недельная глава Микец сегодня, новая, но и Ханука вечером. Ханука, чудеса. Я всю неделю постараюсь рассказывать какие-то вам чудеса все-таки, а не какие-то нравоучительные истории. Начнем с того, что я обещал вам. Вот я всегда показываю. Вот уже, вот этот рок мой, красавец. Николь не изменился никак. Дорогие друзья, чтобы вы правильно поняли, это обычный лимон, который лежит без холодильника, без ничего, просто лежит. Сколько уже месяцев. И обычно он у меня лежит год. Кстати, у сына у меня тоже лежит этот рок. Они рядом вот лежат. Если кто-то имеет какую-то, ну, возможность научно это объяснить, я буду очень рад. Но, безусловно, так не бывает. Но это чудо. И вот так из чудес состоит наша жизнь. Ханука это праздник чудес. Я очень коротко сегодня расскажу такую чудесную историю, которую рассказал один еврей-таксист из Лондона. Однажды его вызвали, чтобы отвезти семью в аэропорт. Они летели в США самолетом Пан Америка. На пути в аэропорт случалось, у него, говорит, не было обычного происшествия, а тут взорвалось колесо. Я остановился, пассажиры были крайне недовольны, они опаздывали. Сменил колесо, которое было в багажнике. Едем дальше, вдруг слышим, бах, взорвалось второе колесо. У меня такого в жизни не было, сказал, но это уже для пассажиров вообще было запредельно. Выхожу, значит, все. Запасного нет. Что делать? Останавливать машину, что делать? Десять минут идти до нового колеса. В общем, ужасе. Пассажиры признавали на голову таксиста массу благословений, чтобы вы были здоровы застанно ломать семейство. Почему сразу не сказали, что у вас колеса не накачаны. Ну, еще так далее. Ну, понятно, пассажирам очень важно. Я пытался поймать им другое такси, не получается. Я поменял колесо, понесся в аэропорт. Пассажиры подгоняют со всех сторон, говорят, что быстрее, быстрее, до отлета осталось ели-лили. Говорит, начинаю молиться, чтобы успеть. Вдруг жуткий звук, и летят осколки. Я был потрясен, думал, что это все снится. Но это была реальность. Перед нами ехал грузовик, нагруженный камнями. Он резко остановился, и на лобовое стекло посыпались камни, и разбили стекло. Все осколком. Ну, представляете себе, да? После короткой дискуссии все пассажиры пришли к компромиссу, что я иду дальше с разбитым стеклом. Но остановлюсь, чтобы записать данные водителя грузовика, иначе мне будет там невозмущенный ущерб. Мать семьи процедила сквозь зубы, чтобы я не вздумал требовать плату за проезд. Я от всей души порадовался этому скромному требованию. После переговоров с водителем грузовика поехал дальше. Все заняло минут 25. Давил на газ, мчался на максимальной скорости. Свернул на боковой путь, чтобы срезать маленькую там кусочек, чтобы успеть. Он для аварийных служб автомобилей, нарушив правила. Это был не первый раз, он говорит, если честно, когда я нарушал. Но всегда там никого не было. На этот раз остановил здоровенный полицейский, который мрачный такой, съехал на обочину. Он сказал выйти. Я ему объяснил, что происходит, разбитое стекло, автомобиль. Но его это не касалось. Он смотрел на меня молча. Я его умолял отпустить меня. Совсем ненадолго. Отвезти пассажиров. Оставить залог документы. Однако все было бесполезно. Я с таким вообще никогда не встречался. Мертвым лицом таким. Вернулся к машине водителя. Завел ее в пятый раз в течение поездки. Массажиры уже, пассажиры не ругались. Они просто устало так перешептывались. В конце концов, приехали в аэропорт. Часы показали время вылета самолета. Немедленно вылезли из машины. Пошли вытаскивать багаж. Я побежал устроить им места в самолете British Airways, который должен был вылететь через час. Удалось, слава богу. И они полетели. Я сообщил им об этом рейсе, глядя в землю. И сбежал оттуда пока цел. Это рассказ водителя. За эту поездку я не получил ни гроша. Вздохнул свободно, когда история закончилась. Все, короче, поехал назад. Выписали еще мне штраф. Представил ремонт машины. На обратном пути я включил новости. И был потрясен. Диктор дрожащим голосом сообщил о падении самолета. Того самого самолета, которым должны были лететь мои пассажиры. У меня закружилась голова, руки и ноги, сказал водитель. Владыка мира, сказал я, как величественны твои дела. Как глубоки твои помыслы. Я видел, сказал этот водитель, своими глазами, как действует провидение Всевышнего. Который этой семье подарил жизнь. Хотя им казалось, что все очень плохо. Ханука тоже подарила нам жизнь. Потому что она оставила навсегда вот этот огонечек, который мы сегодня вечером будем зажигать. В наших сердцах. Она нам добавила самого главного. Веры в то, что Бог всегда с нами. Во всех ситуациях. Когда нам кажется, что что-то не так, это значит нам просто кажется. Брахава и Ацлаха. Хорошей недели. Хорошего праздника. Хануки. И чтобы у всех всегда было все хорошо. Брахава и Ацлаха. Брахава и Ацлаха.